Сейчас день весны и труда куда больше наполнен политикой, чем праздничным настроением, говорят северодвинцы. Ведь раньше у молодых горожан 1 мая ассоциировалось с флагами, цветными шарами и палатками с мороженым. Какие атрибуты еще сопровождали день солидарности рабочих десятилетия назад в следующем сюжете. Поздравляю всех с праздником! Желаю, чтобы у всех была работа! Чтобы каждый, просыпаясь утром, знал, что вечером он заснет сытым, довольным. Сытым и довольным себя Дмитрий Ткаченко сейчас не считает. Поэтому сегодня водитель ПТП на простой решил самостоятельно выйти на общегородской митинг. Первомайским гулянием северодвинца приучили с детства. Правда, сейчас он видит в празднике в основном политическую подоплеку. Сегодня приходят люди, которые действительно считают важным для себя это политическое действие. Да, это уже политические акции. По-другому уже не сказали. А 66 лет назад 1 мая для горожан было настоящим торжеством. Именно в 47-м году по улицам Молотовска прошла первая официальная демонстрация. Митинг провели у Дома Советов. В 53-м празднование перенесли к Драмтеатру. Тогда он располагался на улице Советской. Старожилы города вспоминают. Главным отличием торжества с того времени стали палатки с мороженым и новые яркие флаги. Флаги, знамена, все вместе, солидарность вот это, общение школьников и взрослых. Выходили же целыми семьями, а потом мы стали семьи завели. Это был действительно праздник, праздник шары. Это хорошее настроение, песни. Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля. И то, что этот праздник он сохранил, свою необходимость, мы видим и сегодня. В памяти Северодвинском 1 мая до сих пор хранит городской музей. В основном здесь сохранились газеты и открытки 50-х, 60-х годов. Так, День международной солидарности ресторан «Север» предлагал проводить танцами до утра. Объявление было размещено в газете «Сталинец». Поздравляли друг друга и вот такими открытками. Свинарок, пастухов, работников, кто в поле сельского хозяйства. Буквально всех-всех. Говорит этот праздник о чем? О том, что люди разные важны, и профессии разные совершенно, очень важны. Поэтому надо с уважением относиться к трудящимся людям. По словам северодвинцев, первомайское настроение, как и по всей стране, у нас изменилось в 90-е. С тех пор демонстрации приобрели скорее не идеологический, а политический оттенок. И хоть палаток с мороженым уже нет, зато о торжестве напоминают цветные шары, пламенные речи и поздравления городских лидеров. Еще раз хочу поздравить всех с праздником, пожелать добра и здоровья вам, вашим родным и близким. Пусть все складывается в семьях хорошо.